Скоро может состояться новая встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря Рекса Тилерсона. Тилерсон не раз говорил, что готов выстраивать конструктивное отношение с Россией. Но далеко не всё, как мы видим, зависит от его желания. Как наш МИД прорабатывает эту встречу, изменится ли тональность переговоров по сравнению с прошлым разом, на связи со студией официальный представитель ведомства Мария Захарова. Мария Владимировна, здравствуйте. Потрясающе выглядите. Где я вас застал? На каком это вы лазурном берегу? Ну, я, во-первых, в законном отпуске и не так давно вернулась из города Железноводск. Потрясающее место, отличный курорт, всем советую. А сейчас, в последние дни отгуливаю в Подмосковье, озеро Сенеж выполняет роль лазурного побережья. Всем рекомендую. Мария Владимировна, вот после этих новых санкций, есть ли вообще смысл о чём-то разговаривать с американцами? Есть ли смысл встречаться в Маниле Сергею Викторовичу Лаврову с Тилерсоном? Вадим Рудольфович, ну, вы знаете, если говорить медицинскими терминами, то, конечно, смысл разговаривать есть всегда. Поэтому мы от этого не отказываемся. Вы знаете, что состоялся недавно телефонный разговор Сергея Лаврова с господином Тилерсоном. Мы свою позицию изложили. У американцев тут же возникло предложение провести встречу. На днях российская делегация во главе с Сергеем Лавровым направится на Филиппины, где должны состояться мероприятия по линии ОСИАН. Там запланировано большое количество двусторонних встреч у Сергея Лаврова. Есть предложение от Госдепартамента провести там встречу. Мы её не исключаем. Такая встреча возможна. Вопрос действительно вы ставите правильно относительно того, что мы видели несколько лет попытки госсекретаря США предыдущего проводить большое количество телефонных разговоров, встреч. Вы знаете, что мы на них откликались, предлагали, вносили предложения, делались заявления. И мы были всё это время готовы начать нормальную конструктивную работу по всем направлениям. Причём эта работа действительно давала бы хорошие результаты, которые, в общем-то, помогали бы и помогли бы разрешить целый ряд международных кризисов. Но мы помним, чем завершились все попытки предыдущего госсекретаря выстроить работу. Вы знаете, что эта работа была заблокирована его же коллегами, соратниками по демократической партии США. Потом стало понятно, зачем нужны были все эти политические игры. Всё это нужно было, вся эта мизансцена была разыграна в преддверии выборов. И сейчас есть, к сожалению, большие опасения, что сценарий может быть повторён. Я не думаю, что это тот самый вариант, тот самый сценарий, который был бы на руках нынешней администрации. Но мы видим, что всё, что делает нынешняя администрация, полностью блокируется оппозиционными силами, которые никак не могут принять и понять, что выборы прошли, что впереди конструктивная работа, которую можно было бы выстраивать, которые цепляются за попытки найти всё время виновных в собственном поражении, даже не внутри страны, а за рубежом. Ну, по крайней мере, делают для этого всё возможное. Поэтому ещё раз говорю, как об этом было заявлено и в ходе телефонного разговора Лаврова с Тилерсоном, как об этом говорится во многих наших комментариях, интервью и заявлениях, мы к этой работе готовы. И были готовы к ней при предыдущей администрации. При этой вы знаете, что для нас те или иные политические силы, которые приходят в Соединённых Штатах к власти, не являются препятствием для проведения нормальной такой конструктивной работы. Но ещё раз говорю, что то, что сейчас мы видим в Соединённых Штатах, к сожалению, ставит под большой вопрос их намерения и действительно возможности нынешней администрации всё-таки каким-то образом выстраивать нормальную работу на внешнеполитическом направлении. Это, опять же, по-моему, становится уже очевидным. Это уже вопрос не России, это вопрос не отношения Соединённых Штатов и России, это вопрос позиционирования американской внешней политики, в принципе, на международной арене. То, что делает нынешняя администрация под давлением оппозиции, даже это вряд ли назвать можно оппозиция, это всё-таки не оппозиция, это всё-таки определенные представители, некоторые представители эстеблишмента, которые поставили очень много на выигрыш кандидата, который проиграл, и сейчас расставаться с этой идеей, с этой мечтой для них действительно очень болезненно. Поэтому речь идёт именно о позиционировании Соединённых Штатов и их внешней политики, в принципе, на мировой площадке. Мария Владимировна, Вы написали очень большой пост о том, что Вас возмутило, потому что в ответ на предложение вежливое российской стороны соблюдать паритет и довести количество сотрудников, работающих в американских учреждениях в России, до того же, который работает в российских учреждениях в Америке, бывший посол в Российской Федерации Макфол, американский, заявил, что из-за этого резко возрастут сроки выдачи виз российским гражданам. Насколько больше виз запрашивают россияне по сравнению с американцами, и насколько правда в словах Макфола? Не стреляем ли мы в тех наших граждан, которые хотели бы поехать в Америку? Вы знаете, кстати говоря, про Макфола, его заявления начали дезавуировать уже не только представители России, его заявления начали дезавуировать представители Соединённых Штатов Америки. Вы можете посмотреть на недавние комментарии посольства США в Москве, которые сказали, ну, я бы сказала, так непрозрачно намекнули господину Макфолу, что он является бывшим послом, а не нынешним, и, в принципе, сейчас американскую власть и вообще Соединённые Штаты не представляет. И в этом заявлении американского посольства, по-моему, недвусмысленно сказано о том, что на слова Майкла Макфола нужно обращать внимание только тем, кто, наверное, верил ему и тогда, когда он был послом, и делал это напрасно, и продолжает его воспринимать в качестве большого специалиста по России. Он никогда им не был. И я думаю, что многое, что делал господин Макфол, будучи послом США в Москве, к сожалению, и привело к тому коллапсу американской политики на российском направлении, которое мы сейчас наблюдаем. Поэтому все эти слова надо делить на 100, как минимум. И просто понимать и читать между строк, и осознавать, что всё, что говорит господин Макфол, это есть не позиция Соединённых Штатов, это есть позиция той самой проигравшей силы, той самой проигравшей группы, которая никак не может простить своего поражения, никак не может его принять. Мы видели сразу же после того, как Россия объявила, честно говоря, сложно назвать их ответными мерами, но тот комплекс мер, на который мы были вынуждены пойти после того, как прошло полгода с момента высылки российских дипломатов из США, ареста и блокирования российской дипсобственности в Штатах, и вот после того, как были приняты ответные, ну так называемые ответные меры, после провальных переговоров, к сожалению, провальных, сколько не проводилось консультаций и попыток наладить какой-то диалог, ничего не получилось, были приняты соответствующие решения. Мы пошли абсолютно с открытыми цифрами и с открытой информацией, с открытыми предложениями. Они сводились к тому, чтобы уравнять количество российских дипломатов в Соединенных Штатах и американских дипломатов в России. Цифра была бы, как мы предлагаем, свести это количество до 455 человек. Но это было наше предложение. Что касается американской дипсобственности в Москве, на территории Российской Федерации, она также была заблокирована. Речь идет о складских помещениях и о даче в Серебряном Бару. Но в отличие от американцев, мы дали огромный, по большому счету, большой временной период для того, чтобы он не стал каким-то травмирующим моментом для американских дипломатов, для их семей. Они сделали это очень цивилизованно, деликатно, соблюдая все правила и нормы приличия. Так вот, к сожалению, к нашему большому разочарованию, тут же пошли утечки. Это были и заявления Макфола, и некие ссылки на какие-то высокопоставленные источники в Вашингтоне о том, что сокращение количества американского персонала на территории России приведет к удару по самим же россиянам, а именно к увеличению срока оформления визы. Я хочу напомнить вам, что сейчас российских дипломатов и сотрудников загранучреждений в США 455 человек, сотрудников американских дипломатических консульских представителей территории нашей страны по оценкам неофициальным порядка 1200 человек. То есть вы представляете разницу. Речь идет и о дипломатах, и о персонале. Вопрос заключается в том, собственно говоря, чем занимаются эти люди. Ведь именно Вашингтон свернул и свел на нет все взаимодействие с Россией по всем направлениям. Экономика, финансы, культура, гуманитарная сфера, безопасность, терроризм. Все направления нашего взаимодействия были свернуты по требованию, в рамках вот этой вот антироссийской политики Вашингтона. Чем же занимаются последние, не то что полгода, а несколько лет американские дипломаты? Казалось бы, по большому счету им только остается выдавать визы, оформлять визовые документы. Еще раз напомню, 1200 человек. Так самое смешное, что за последние 4-5 месяцев срок выдачи визы вырос в несколько раз. Если раньше собеседование американцами назначалось примерно через 10 дней после подачи всех документов, то сейчас собеседование назначается порядка через, ну, практически полтора месяца. Вы представляете себе, собеседование назначается через полтора месяца после того, как собран весь пакет документов. Есть еще один момент, очень важный. Мы живем все-таки в 2017 году. И вот в это время, в тот момент, когда, опять же, с подачи именно американской стороны практически вся наша жизнь виртуализирована, подача онлайн-заявлений, оформление анкет в интернете, покупки, получение документов, образование, все находится в интернете, американские посольства сохраняют традицию личных собеседований, которые касаются всех. И простых смертных, и людей, которые далеки от сферы публичности, но она также касается, это традиция, и тех людей, которые хорошо известны во всем мире. И вот этот вот анахронизм, он продолжает действовать. То есть, еще раз повторюсь, что 1200 человек по тем оценкам, которые были представлены в СМИ, и, к сожалению, от Госдепа в публичной сфере мы так и не дождались официальных заявлений о том, сколько же дипломатов и персонала работают на территории Российской Федерации. Так вот, по некоторым оценкам, 1200 человек, которые не занимаются никаким взаимодействием и сотрудничеством с нашей страной, несколько месяцев, практически полгода, как вышли на новые сроки, удлинили, увеличили сроки оформления виз. И после этого заявляют о том, что эти сроки будут увеличены еще. То есть, мы прекрасно понимаем, что это такое запугивание, это такое давление на российскую сторону, это такая очередная пакость, которая будет сделана россиянам для того, чтобы, ну, опять поставить или переиграть, попытаться переиграть эту ситуацию, сказав, что виновата опять во всем российская сторона. И, конечно, очень важный момент, что вот эти все игры, игры с визами, игры с влиянием на россиян, с попыткой влияния на россиян вызова такой негативной реакции, это в том числе и игры внутриполитические в Соединенных Штатах. Потому что Госдепартамент, я хочу подчеркнуть это, мы все это прекрасно знаем, 4 года его возглавляла Хилари Клинтон, которая расставила в Госдепартаменте всех своих людей на различных должностях. И на сегодняшний момент топовые назначения так и не проведены. Сенат полностью блокирует все варианты кандидатур, которые предлагаются нынешней администрации в Госдепартамент. То есть команда-то старая, команда, которая была приведена проигравшим кандидатам. И во многом, как сейчас пишут и аналитики, и обозреватели, Госдепартамент до сих пор является таким очень действенным инструментом блокирования политики или попытки проведения политики новой администрации. Это тоже очень важный факт. Поэтому все это носит очень странный характер. Я думаю, что в нынешних условиях, когда действительно есть интернет и есть большое количество очень оперативных и комментариев, и статей, и материалов различных обозревателей, вот играть в эти игры, что мы из-за российских контрмер мы сделаем жизнь россиянам еще более неприятной, я думаю, что это абсолютно будет такой выстрел себе же в ногу, а может быть куда-нибудь и повыше. Это все не пройдет, потому что, еще раз говорю, и мы будем комментировать это очень оперативно. И, в общем-то, люди уже понимают, что это уже на грани какого-то фола, на грани просто потери ориентации в пространстве подобные действия. Спасибо большое, Мария Владимировна. Совсем короткий вопрос в завершение. В качестве Блица. Так чем же занимаются 1200 сотрудников американского посольства, кроме выдачи виз? Владимир Рудольфович, они строят у нас демократию. По-моему, это очевидно. Спасибо, Мария Владимировна. Спасибо.